Люди давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно. За свои покупки в интернете. Letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Всем респект! Сегодня будем смотреть Huawei, а именно Honor 9. Последний из магикан из этой серии. Очень серьезный бренд. Как вы понимаете, Huawei это компания, не нуждающаяся в представлении. Многие о ней знают. Это все-таки выше уровнем, чем Meizu, чем Xiaomi. На мой взгляд ZTE, Huawei. Можно добавить к этому даже OnePlus. Это одна из самых серьезных компаний, которые на рынке Китая сейчас есть. Я не говорю о брендах, о поимподобных. Итак, друзья, что нам отправил продавец? Помимо самого смартфона, защищенное стекло на экран, силиконовый чехол, простенький и дешевый. И в качестве подарка, вот такая вот незатейливая штуковина, подкладка под сам смартфон. Подставка для того, чтобы смотреть фильмы, кто любит компаний. Итак, друзья, что теперь внутри? Давайте рассмотрим сам смартфон. Коробка у нас нестандартная именно расположение, как вы видите. Да, не как обычно сверху открывается, а сбоку. Вскроем, посмотрим, что же у нас здесь внутри. Есть несколько расцветок данного смартфона. В голубом цвете, в золотистом и такой себе серебристый даже, можно сказать, серого цвета. Не чистый металл, а серого цвета. Новая коробка, видите, не распаковывал. Будем вместе с вами смотреть, что же здесь внутри, собственно. Итак, поехали. Хотя бы быстро, по-модному так открыть, не получается. Очень туго посажена коробка, видите, да. Сбоку находится сам смартфон. И такой вот себе хлястик, за который очень понятно и просто вынимается. Здесь показано, как располагаются симки. У нас две симки стандарта Nano. С возможностью расширения microSD. Это, конечно же, плюс, потому что некоторые смартфоны сейчас выпускают без возможности. Допустим, тот же Xiaomi, да, вот последний Mi 6, имеет только две nano-симки. И 64 гигабайта накопителя. Так же, как у данного смартфона. Но нет возможности, к сожалению, расширить. Именно объем памяти. Итак, теперь смотрим коробочку. Что здесь у нас? Honor. Понятно, что это Honor, так и написано. I am Honor. Смотрим, что здесь. Инструкция, да, на китайском языке. Ничего не понять, так как смартфон приобретался на Алиэкспресс. Как и большинство смартфонов, покупаемые мной. Скрепка, отмычка от лотка. И далее смотрим. Honor. Так же здесь написано. Смотрите, друзья, производитель, помимо того, что нам подарили силикон, а также укомплектовал свой смартфон именно еще бампером пластиковым. Тоже за это респект. Мелочь, но все-таки приятно, когда производитель не забывает. Я часто говорил на производителя от Xiaomi, что они никогда ничего не кладут в подарок. Но вот последний раз они исправились. В Mi 6 поклали силиконовый чехол. Я даже удивился. Подумал, что это от продавца. И у нас большой длинный кабель. Хороший, прорезиненный. Type-C, конечно же, кабель. И зарядка. У нас имеется также быстрая зарядка. One Z-Go, так называемая, которая позволяет быстро заряжать смартфон. У нас 9 вольт, 2 ампера. Соответственно, будет быстро заряжаться. И все. Здесь уже ничего нет. Как видите, убираем сторону. И переходим к самому главному. К смартфону. Такая интересная штуковина прикрывает его. Можно, конечно же, вот так распаковать. Можно было вынуть его с помощью этой пленки. Итак, друзья. Взял я вот в таком вот цвете. Он, знаете, не голубой. Такой не синий. Что-то между голубым и синим. Но при этом, как вы видите, он красиво, стильно переливается. На торце находится Type-C. У нас один динамик. Вход под гарнитур. Это плюс. В отличие от того же Mi 6, если проводить параллель, отсутствует. 3.5 миниджек. Все сделали на беспроводную гарнитуру. Включение смартфона на правой грани. И качелька регулировки громкости. Громче, тише. Вибрация отзывчивая. Также у нас микрофончик. Здесь сверху также один находится. И инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Ну и, собственно, как я уже говорил, лоток, в котором находятся две наносимки. У нас здесь металл. Также сразу ощущается и тяжесть, и, как вы понимаете, и стекло. Вот, собственно, сам лоток на две наносимки. И возможность расширить microSD. Все очень просто. Почему, допустим, нельзя такое сделать у того же Xiaomi Mi 6, я не понимаю. 64 гига и все. Есть 128. Есть также старшая версия данной модели. На 128 гигабайт и 6 гигабайт оперативки. Здесь, напомню, 4 гигабайта оперативки и 64, собственно, накопителя. Ну и теперь, друзья, конечно же, сразу же начну с тыльной стороны. У нас какая-то модная здесь, наверное, сенсор стоит, который определяет замер экспо. Посмотрим, написано Dual Lens, гибридный зум. Проверим все по факту, как это будет. Ну и перейдем на лицевую сторону. Очень красиво смартфон выглядит, знаете, очень дорого и вызывает эмоции. Редкий случай, когда смартфон вызывает эмоции. Обратите внимание на углы обзора. Очень хороший и дисплей очень качественный. У нас, напомню, LTPS экран 5,15. Экран размер очень хороший. Такой же самый даже, как у Mi 6. Даже вот давайте я покажу вам, как они выглядят вместе. Очень похожие, но Huawei чуть-чуть выше, но при этом он чуть-чуть уже. Толщина примерно одинаковая. Возможно, чуть-чуть Huawei тоньше. Тонкий смартфон при батарее 3300 мАч. Очень неплохо. У нас кнопка не механическая. У нас здесь сканер встроен. Отпечатка пальца, как вы понимаете. И две кнопки подсвечены. Таким легко-голубым цветом. Очень эргономично все выглядит и эстетично. Очень хороший динамик. Такой, знаете, басовитый. Слышные низы. При том, что по отношению к смартфонному динамику, такое, конечно же, говорить нельзя, что слышны низы. Но слышно такое, слегка басовитый. Так называемый, дорогой звук. Но при этом минус для меня в том, что нет радио. Это не очень приятно. Кому-то, возможно, не нужно это радио. Есть сейчас интернет. Есть онлайн радио. Очень много. Но захочется кому-то, допустим, послушать просто местное радио. И, к сожалению, нет этого. Для меня это все-таки минус данного смартфона. Есть смена обоев. Темы разные, всевозможные. По категориям. Видите, да, такой ломаный язык русский. Но при этом все понятно. Попутно, конечно же, устанавливается у меня сейчас обновление. Посмотрим по категориям. Рейтинг. Все это работает. Назад возвращаемся. Календарь. Посмотрим, как выглядит. Да, хороший перевод. Календарь. Контакты. Книга контактов. Телефон. Допустим, да, видите. Русская раскладка. Ну, китайские какие-то сервисы. Те, которые записывались. Но, имею в виду, раскладка. Видите, кириллицы есть. Нам понятные. Это удобно для тех, кто смс набирает, соответственно, по быстрому доступу. Для тех, кому важны цифры в Antutu 123,5 тысячи, результат неплохой. Что-то между Snapdragon 810 и 820. Вот такие вот результаты. Во время тестирования иногда где-то были легкие проседания в кадрах. Но практически везде плавно все работает. Новый процессор, тот, который от Kirin делает свое дело в связке с Mali, именно G71. Поэтому для игрушек вполне сгодится. Но есть, конечно же, вопросы к нагреву. Во время игры, возможно, будет очень и очень горячо. Обновил я, друзья, все-таки смартфон. Для меня важно посмотреть, что изменится. Первое, что я заметил, это нормальный язык появился. То есть, меньше вот этого английского языка. Для меня важно. Вот видите, да, шрифт такой чуть-чуть другой стал. Более насыщенный буквы. Не знаю, возможно, это с обновлением поменялось. По камере также я скажу пару слов. Во время съемки камеры, когда я снимал, скажу, что здесь пишет видео максимально в 4К, но и также в 60 кадров. Именно Full HD для меня это важно. Также формат RAW есть для любителей фото. Это говорит о многом. Здесь 20-мегапиксельный сенсор, тот, который монохронный, черно-белый. И 12-мегапиксельный цветной. В связке получается очень хорошая фотография. И действительно зачетно. Есть также регулировка в ручном режиме. Для меня это важно. То есть можно диафрагму регулировать. Это важно. Не люблю я, когда в автоматическом режиме. Ну и, конечно же, двукратный зум есть. Тоже хорошо. Очень удобно реализовано. Все понятно, потому что все переведено, как вы видите, на нормальный человеческий язык. Также есть профи-видео. Вот такой вот режим. Также можно регулировать здесь и баланс белого, и ISO, и фокусировку. Это очень хорошо для тех, для кого важна именно камера. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Как работает автофокус на данном смартфоне. Плавненько работает. Не шустро, не быстро, но плавно. То есть нет вот этого яозения, когда яозит оптика. Приближаю максимально близко. Вот обратите внимание на структуру. Да, шумы видны, потому что света практически мало. Свет искусственный, но на автофокусе неплохо, как видите. Да, работает. Ну и послушайте, конечно же, насколько чувствителен микрофон к моему голосу. А вот это испект. Очень тонкая фокусировка на мелких объектах. Ну и скажу, что мне не понравилось, друзья. Во время видеосъемки, даже фотосъемки, очень сильно нагрелся смартфон. Там до 47 градусов было. Вот смотрите, 47,5 даже. То есть, на мой взгляд, это горячо. Не знаю, за счет того, что здесь еще металл по периметру, стекло, смартфон очень сильно подогревается. 47 это много. 40, 41 еще нормально для смартфона, для любого. Тот же Xiaomi Mi 6, который я недавно тестировал. Там в среднем 40, 41 градус. 47 это много. Это ощутимо. Сразу же горячий смартфон. Ну и работа, конечно же, сканера здесь отличная. То есть, видите, здесь не кнопка, а именно сканер. Он и кнопка Home действие выполняет. Срабатывает очень быстро и очень качественный экран. Мне нравится. Очень высокого качества. 2,5D. Действительно зачетно. Нужно будет послушать в наушниках, как это все работает. И в обзоре более детально я расскажу о моем видении данного смартфона. Стоит он тех денег или нет. Напомню, он 400 баксов стоит. Ну, практически плюс-минус по стоимости того же Mi 6 Xiaomi. Да, там я долларов 15-17 сэкономил за счет кэшбэк. Ну, все мы понимаем, как это работает. Экономия важна в наше время. Далее, что, друзья, еще хочу отметить о смартфоне. Конечно же, не такой он скользкий. По ощущениям, как тот же Mi 6. Когда я его использовал, вот Mi 6, он настолько скользкий, что нужно очень его крепко держать. Здесь не такой он слизанный. Но внешне очень похожи. Смартфоны по своей форме. Даже вот сканеры чем-то похожи. Кнопочки также подсвечены. Видите, также, друзья, что здесь много съедает операционка. Именно сама оболочка, именно фирменная Huawei. Съедает практически 3 гигабайта. 2,8. Видите, из 4 у нас съедается. У нас остается практически гиг с копейками. Это сейчас бич современных смартфонов. Очень много кушает. Ну, разве что, если чистый Android, я имею в виду, не оболочка, тогда, конечно же, очень хорошо. Также скажу по поводу розыгрыша OnePlus 5. К сожалению, его не будет, потому что не то, что там не набралось 2000 участников, там практически около 500 человек. Такое ощущение, что людям не интересно это все. А как вы понимаете, я не могу разыграть дорогой смартфон за 500 долларов среди там 400-500 человек. Это, ну, просто мне не по карману. Я не настолько богатый, чтобы разыгрывать среди людей такого количества дорогие смартфоны. Так что, друзья, прошу прощения, что конкурс не состоялся. Честно об этом заявляю. Спасибо за просмотр. До новых встреч, как обычно, на канале. Увидимся. Пока.